Всем тихой ночи! А чего бы не продолжить изучать сайты, появившиеся во время раскола в сообществе SCP? Ведь их в общем-то и немало появилось, и на каждом из них есть какое-то свое творчество, иногда даже достойное внимания. Кто не знает о чем речь, оставлю в описании ссылку. В этом видео мы посмотрим на сайт сообщества Wayward, и сразу скажу, что это достаточно интересная перезагрузка идей мира аномального. И в чем же заключается эта перезагрузка? Мир SCP безусловно полон загадок и мрачной атмосферы, но сейчас там очень много всего. Организации, персонажи, разные концепции, мультивселенная, и в этом калейдоскопе многообразия легко запутаться и потерять нить происходящего. Мир Wayward намного проще. В общем-то это совершенно обычный мир, в котором в отдаленных уголках планеты, тем не менее, иногда случаются паранормальные события. А где-то в тенях могут скрываться монстры. Подобные вещи редки, и большая часть человечества ни с чем таким не встречается. Однако находятся люди с непреодолимой тягой ко всему неизведанному. И именно такие люди и становятся свидетелями паранормального. Поначалу, где-то в 19 веке, в США была маленькая группа энтузиастов, искателей редкостей, охотников на монстров и просто увлеченных мистикой людей, которые собрались для обмена опытом и находками. Так они путешествовали по стране, собирая и исследуя все странное и удивительное. Со временем к ним присоединялось все больше людей. Потому некой Монотаниэлю Ингрому пришла в голову идея создать тайное общество. Изначальные члены группы, коих было 14, стали называться Великий Круг, и все новоприбывшие теперь ему подчинялись. Обычные члены общества теперь стали называться Стражами. Некоторые из них являются энтузиастами, просто желающими прикоснуться к миру аномального. Некоторые получают оплату за отдельные задания, например, за охоту на монстров. А некоторые даже работают в Вейвард, как на обычной работе. Поначалу всем руководил сам Натаниэль, но как-то раз он узнал о настолько чудовищном монстре, что, как говорили, страшнее него просто нет. И, конечно же, решил с ним сразиться. После этого Натаниэль пропал, и больше его никто и никогда не видел. Оставшись без лидера, Великий Круг сформулировал общие задачи общества, первой из которых стала охота на монстров. Вернее, на то, что называется Aberrations, что можно перевести примерно как отклонение. Ну или аномалии. Впрочем, уничтожать было решено только опасные аномалии, а безопасные собирать и изучать. Кроме того, Великий Круг со временем пришел к тому, что будет скрывать свои находки от непосвященных, чтобы обычные люди могли жить обычной жизнью. Короче говоря, пришли к тому, что, как и фонд SCP, занимаются сохранением нормальности. Охота на отклонение привела к тому, что общество росло и набирало силу. Так что, для более эффективного руководства на местах, Великий Круг нанял связных рейнджеров и региональных представителей, которые уже координировали действия местных групп стражей. Короче, у них появились и совет директоров и менеджера среднего звена, прямо как в какой-нибудь пятерочке. И чем же они там все занимались? Для начала они разделили все отклонения, то есть аномалии, на пять разновидностей. Первый это криптиды, и сюда входит то, что обычно называют монстром. Таких общество обнаружило 13 штук, и некоторые из них это обычные чудища. Вот, например, собаки-вампиры, выпивающие кровь у своих жертв. А некоторые представляют собой что-то достаточно удивительное. Три тонких лапы, несущие желеобразное существо. Вот это уже необычно. Такие твари встречаются в лесах, и встреча с ними опасна тем, что эти хищники способны манипулировать гравитацией и сделать так, чтобы жертва упала в их подобие рта. Даже тогда, когда падать для этого придется снизу наверх. Великий круг щедро платит своим стражам за каждый труп подобной твари, да и просто за информацию о них. Статьи о криптидах состоят из описания, общей информации, мест обитания и данных о численности. Также там есть методы охоты и свидетельства встречи с ними. Второй вид отклонений это артефакты. Тут все достаточно просто. Это объекты, обладающие необычными свойствами. Таких всего 5 штук. И тем из них, которые возможно использовать, общество всегда найдет применение. Как это было с рамками для картин, свойства которых в том, что если поместить в них картину реального места или человека, изображение начнет обновляться, как будто в том месте или около того человека находится камера. Общество активно использует этот артефакт для наблюдения за теми же криптидами, разными местами и людьми. Есть и более масштабные вещи. Вот дом, стоящий где-то в лесной глуши. Если войти в него, вас встретит на вид обычная семья. Но если ее сфотографировать, ну или заснять на камеру, можно обнаружить, что перед вами стоят куклы. Каким-то неведомым образом маскирующиеся под живых людей. Третий вид это метаф, и это сокращение от слова метафизический. Это все то, что не имеет физической природы и не связано с человеком. Короче, всякая неведомая фигня. Таких обществу знакомы 7 штук, и они и правда интересны. Вот однажды страж общества сидел у себя дома. Как вдруг он почувствовал сильный запах разложения. Пища на его кухне покрылась плесенью, стены покрылись черными пятнами. Деревянная мебель внезапно начала трескаться и расслаиваться. В ужасе человек выбежал на улицу и увидел, что местность вокруг его дома также приобрела не лучший вид. Сухая трава, поникшие деревья, палки вместо кустов. В центре всего этого была яма, которая прямо-таки сочилась гноем и разложением. Страж подошел к ней и увидел на дне чудовища, рисунок которого вы видите у себя на экранах. Поначалу он подумал, что это какой-то новый неизвестный криптит, но затем, рассматривая тварь, он осознал, что это нечто большее. Ему пришло озарение, что это зародыш божества. Страж отнес существо к себе домой и положил на стол. Когда он так сделал, чудовищный голод напал на него, и монстр с удивительной быстротой был сожжен человеком. Закончив трапезу, страж понял, что ничего вокруг не поменялось, все так, как и было. А еще он понял, что столкнулся с метафизическим явлением. Среди этих явлений особняком стоит штука, которую называют Бахан. Бахан – это некая сущность, которая живет в человеческом бессознательном, в ноосфере. И тому, кто сможет ее увидеть, оно представляется как древо знаний. Общество Вейвард освоило несколько ритуалов для того, чтобы входить с ним в контакт и получать информацию о самых разных явлениях. Четвертый вид отклонений – это привидения. Собственно, обычные классические привидения, в коих обществу известны пять штук. Старые добрые истории про привидений. Особенно нечего добавить. Хотя вот в одной из историй говорится о призраке, обитающем в телефонных линиях, который названивает своим жертвам, и если те берут трубку, пытаются их уболтать, а попутно вселиться в их тело. Телефонные мошенники, пытающиеся похитить не только деньги, но и тело. Вот это уровень. Пятый тип – это вечно зеленый. И это различные области леса, обладающие аномальными свойствами, и в нем всего три объекта. Вот один из них – это разумный лес по имени Боб, который развлекает себя тем, что убивает попавших в него людей. Статьи, кстати, в Вейварде написаны не в сухом псевдодокументальном стиле, как в SCP, а в виде рассказа стража о своем опыте взаимодействия с той или иной аномалией. Потому тут не документы, а вполне себе живые истории, чаще всего в виде рассказа от первого лица. Хотя от документов кое-что есть. Тут существует пять уровней угрозы. И если первый – белый – это совсем безопасные объекты, то пятый – или черный – это сущности, способные вызывать разрушения на большой территории. Но, к слову, все же на большой территории. О концах света, как в том же SCP, тут речи не идет. Все происходящее намного локальнее. Даже большого количества связанных организаций тут нет. Вот только государственное агентство, занимающееся аномалиями, про которое, в общем-то, ничего и нет. Да и безумные сектанты под названием «Инициатива Феникса», про которых тоже почитать нечего. Сайт общества Вейвард – это действительно интересный и самобытный проект, который хоть откололся от фонда SCP, но не похож на него, и во всяком случае не повторяет его. Жаль, сегодня на сайте практически нет новых статей. С другой стороны, этот сайт можно вполне считать законченным произведением, хоть и с открытой концовкой. А с третьей стороны, вот добавили бы в SCP такую организацию, со всеми этими историями, многие бы люди сказали, что, мол, это очередная фигня, и вообще атмосфера не та. Так или иначе, чтение сайта Вейвард оставляет какие-то эмоции и мысли в голове, а это, наверное, главное. И, наверное, стоит посмотреть и другие отколовшиеся от SCP сайта. Но потом. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok